Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Нужно избавиться от страха перед беременностью родом и имением ребенка. Мне 36, душе понимаю, что пора. Но паническая боязнь, физическая боль и перемены в жизни не дает мне забеременеть. Помогите мне. Пишет автор вопрос. Ну, во-первых, наверное, на что здесь хочется в первую очередь как-то обратить ваше внимание, это на то, какой вы видите помощь вам. То есть, ну вот, буквально, какой вы видите помощь. Буквально, как вы ее видите, эту помощь. Потому что, ну, одно дело, если вы видите помощь вам в таком, ну, в таком ответе, да, вот в таком, именно, в таком формате, да, то это одно дело, если вы видите вам помощь в формате психотерапии, то это другое дело. Вот, то есть, как вы видите вам помощь в формате психотерапии, то есть, как вы видите вам помощь вам. Это первое. Второе. Что, значит, смущает? То, что вы говорите нужно. То, что вы говорите пора. То есть, здесь история не про то, что вы, например, готовы здесь. История не про то, что вы, например, допустим, ну, допустим, как-то хотите, например. А здесь история больше про то, что вы себя как будто бы заставляете. Вот про что здесь история. И если это так, если это правда, если вы себя действительно и на самом деле заставляете, то подобное противоречие может, в принципе, и порождать тот самый конфликт и тот самый, так скажем, страх, ну, о котором вы говорите именно потому, что вы себя заставляете. Именно потому, что вы от себя как бы, ну, требуете, требованиями, требованиями к себе самой ничего не решить. То есть одно дело, если вы чувствуете в себе, условно говоря, какую-то готовность, да, стать родителем и, ну, желание стать родителем, вот. Если у вас есть партнер, с которым вы, ну, можете вот стать родителем, это одно дело. И другое дело, конечно, заключается в том, если вы себя насильно пытаетесь, вот, как бы, сделать родителем, да, самостоятельно, как бы этого не желаю. Дальше. Что касается перемен, то, что вы боитесь перемен, то, на мой взгляд, данный страх перед переменами, связан, вероятно, с тем, что вы себе не доверяете. Это связано с тем, что вы стараетесь все контролировать. Ну, вероятно, что вы стремитесь к такому, получается, контролю, вот. И этот контроль выливается в непринятие той реальности, где вы оказываетесь в беспомощном состоянии. То есть состоянии, вот, как раз при котором от вас ничего не зависит, например. Это история как раз про то, что от вас ничего не зависит. Потому что вы в этом смысле отдаётесь во власть тем процессам, которые происходят. Вот. Тем процессам, которые происходят, ну, с вами, с вашим телом и так далее. Вот. И, соответственно, ну, не имеете возможности, да, что-либо изменить и что-либо поменять. Вот. Вас это пугает. Поэтому здесь в первую очередь нужно поговорить именно про контроль. Здесь в первую очередь нужно поговорить про ваши отношения с, так скажем, контролем. Вот. Я полагаю, непростые отношения с контролем. Вот. И стараться от этого контроля в общем и целом обходить потихонечку, заменяя его, ну, наверное, заменяя его такими вещами, как ваши собственные реакции, ваши собственные желания, вот, ваши собственные чувства. Ваш страх перед болью связан со многими моментами, со многими аспектами, я думаю, может быть связан. Но в первую очередь, как мне кажется, это некий такой запрет на слабость. То есть вы же понимаете, наверное, что боль испытывают все люди. Но кто-то этой боли, значит, старается избежать. Вот. А кто-то стремится эту боль проживать. Вот. Вы, на мой взгляд, стремитесь эту боль, этой боли точнее, избежать. То есть, на мой взгляд, вы убегаете от боли, боитесь ее. Боитесь, вероятно, именно той слабости, которую она может для вас, скажем так, нести. То есть она несет определенную слабость, это верно. Но то, как вы относитесь к этой слабости, это вот и является одним из ключевых, пожалуй, здесь моментов, на которые нужно обратить вам ваше внимание. Иными словами, боль не так страшна, если мы разрешаем себе ее проживать. И напротив, если мы не разрешаем себе ее проживать, то у нас начинаются трудности, у нас начинаются серьезные, я бы сказал, проблемы в этом смысле. Потому что мы чувствуем себя скованно, мы чувствуем себя зависимо, мы чувствуем себя неприятно, мы чувствуем себя, я бы даже сказал, одиноко. Вот. Ну а ребенок, это серьезный шаг. Ребенок, это важный шаг, скажем так, для человека. И если человека, скажем, что-то настораживает, да, вот, то само собой, само собой он будет этого избегать. В общем и целом, как избегаете вы, и ничего удивительного в этом нет, что вы этого избегаете. Поэтому вам нужно для начала получше изучить, исследовать себя. Вот. Ну получше. Получше. Получше понять себя. Вот. Получше. Получше. А дальше уже, на мой взгляд, вам будет проще. А сейчас, как мне кажется, одной из основных задач для вас является понимание значения ребенка. То есть, ребенок для меня это что? Ребенок для меня это кто? Да? Как так вот выяснилось, что я сейчас хочу ребенка. Вот. Чего я хочу в, допустим, ребенке. То есть, что мне важно в нем. Нет ли у вас такого, что вы боитесь, что вот ребенка я не рожу, сейчас. И со мной произойдет что-то плохое, что-то неприятное. Я буду какой-то неправильный, может быть. И так далее. Нет ли здесь таких элементов? Очень хочется, чтобы вы это поисследовали. Потому что ребенок не является, ну, скажем так, способом решения проблем. Человека. Да? То есть, ребенок не решит ваши проблемы. А то, как вы об этом говорите, наводит на мысль об этом, что вы прямо, с ютюне пинками гоните себя к беременности. Ну, и к тому, чтобы стать родителем. Вот. При том, что, может быть, вы еще и не готовы. Им становится. Вообще, страх перед беременностью, это нормально, особенно если это в первый раз. Ничего такого аномального в этом, пожалуй, нет. И очень важно, на мой взгляд, чтобы было с кем вам разделить это переживание. Если вы одна, например, то, конечно, вам будет чувствоваться все острее. Именно потому что вы одна. Поэтому, на мой взгляд, ну, самое лучшее, что вы можете для себя сделать, это как раз таки постараться разделить с кем-то свои, ну, свои чувства, свои переживания, эмоции. Не быть одной. А если вам как-то вот нужна психотерапия, да, чтобы, ну, более, более подробно разобраться, в том, какова природа вашего страха и какой его, например, предмет, вот. Ну, именно предмет вашего страха, что из себя он представляет и понимаете ли вы, что это за предмет. И в чем для вас здесь опасность заключается, то, конечно, если вам нужна психотерапия, то выбирайте, выбирайте, значит, там, выбирайте психолога, да, вот, и начинайте в этом смысле работать. Начинайте работать со специалистом, я думаю, что вам он поможет при столь, при столь серьезной проблематике, то есть у вас вот наблюдается страх, да, у вас наблюдается вот, причем вы говорите панический страх. Так вот, при столь серьезной проблематике вы довольно мало информации представляете о своей проблеме и почти никак не рассказываете свою сторону. А очень бы как раз хотелось бы услышать вашу историю и увидеть ее более, более, ну, более детально, более детально увидеть эту историю. Вот, а на данный момент получается, что этой возможности вы нас лишаете, а это означает, что в свою очередь, очередь, вы можно сказать, что лишаете нас возможности вам помочь, потому что, ну, информации-то нет у вас в этом смысле и в этом ключе. Информация была бы очень и очень кстати. Вот, поэтому, может быть, вы немножечко подумаете, соберетесь с мыслями и выберете, например, человека, которому могли бы рассказать историю своей жизни. Я думаю, что где-то там, в этой истории вашей жизни, кроется ресурс для того, чтобы, ну, не перестать бояться, да? Я, на мой взгляд, это, возможно, было бы не совсем корректно, прям вот, взять и перестать бояться, но, по крайней мере, чтобы вас это не останавливало. То есть, чтобы вы, ну, несмотря на страхи, шли вперед. Вот, чтобы вы, несмотря на свои переживания, двигались бы дальше, к своим желаниям, но не целям. Вот. Для того, чтобы это стало возможным, нужно стараться выйти, скажем так, за пределы формы. То есть, идея здесь заключается в том, что форма, то, что вы хотите ребенка, не является содержанием, то, что вы хотите в ребенке. Вот. И, соответственно, я думаю, что переключившись, ну, вот в какой-то степени на что-то другое, вы получили бы для себя возможность стать более свободной и по-другому реализовать свою потребность. А там уже было бы видно, хотите ли вы, на самом деле, стать, ну, родителям или нет? Нет. Я ни в коем случае не говорю о том, что вы не хотите, я ни в коем случае не говорю о том, что вы себя обманываете, ни в коем случае не говорю о том, что вам не надо становиться родителем. Нет, если вы хотите, становитесь на здоровье. Просто сейчас вы на этом как-будто бы очень сильно фокусируетесь, как-будто бы. И, на мой взгляд, в этом может заключаться ваша проблема. То, что вас как-то сдерживает и то, что вам мешает, мешает в первую очередь быть самой собой. Вот. Понимаете, да? Вот. Поэтому я думаю, что примерно в таком ключе я бы вам мог ответить сейчас. С точки зрения психологии, да, и с точки зрения вот психотерапии. Хотя, конечно, варианты возможных всегда и в вашем случае все может оказаться совсем по-другому. Например, может у вас есть, ну, к примеру, негативный опыт родительства. То есть, когда вы, например, видели, как страдали родители. Когда вы видели, как, ну, мучились родители, например. Или, значит, мучились дети, а может быть, вы мучились. То есть, понимаете, да, очень много, очень много вариантов. И все варианты эти нужно просчитать. Все варианты эти нужно учесть, исключить. Поэтому мне кажется, что все же необходимо с вами пообщаться, поговорить, если вы хотите получить реальную помощь. Вот. А не, условно говоря, просто вот какую-то информацию, да, какую-то там вещь для размышлений. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Обращайтесь. Удачи. Продолжение следует...